Партнер рубрики компания МТС Моя память — это первый случай, когда не избили журналистов или редактора, а устроили погром в редакции и что-то похитили. Сомнительно, чтобы это было обычной случайностью. Насколько я знаю, главрец изранского хронографа плотно сидел на местных темах и многим доставлял неприятности своими публикациями, отмечает Круговой. Блогер AlexEagle007 спрашивает, когда Самарская областная научная библиотека вдруг перестала называться именем Ленина. Это как-то произошло абсолютно незаметно для общественности. Я вообще не помню, чтобы было какое-нибудь открытое обсуждение по данному вопросу. В интернете по смене названия никакой информации найти не получается. По ощущению, как будто все почистили втихую и сделали все топорно. Если получше присмотреться, видны штифты от сорванных букв. Очень хочется получить ответ от Министерства культуры, добавляет блогер. Самарский радиолюбитель Сергей Герасимов рассказал в Фейсбуке, что россиян уже начали игнорировать в радиоэфире зарубежные коллеги по хобби. На своем коротковолновом передатчике я вызываю на частоте 10 МГц итальянца с позывным IK Free RBI. Он меня слышит, так как только что передо мной работал с британцем. И, как я понял, для него связь с Британией была за счастье. Для справки, от Италии до Британии примерно столько же, как от Самары до Екатеринбурга. Так вот, этот хитрый итальянец меня услышал, но сказал, что не будет общаться. Готовимся к худшему, резюмирует Герасимов.